Ученица 6 класса Самарского технического лицея Ирина Казакова – постоянная участница городских спортивных забегов. Идея связать в один проект темы спорта и метро родилась во время подготовки к очередному спортивному мероприятию на Самарской набережной. На региональном этапе первой транспортной олимпиады в составе команды «Самарский импульс» Ирина Казакова вместе с другими членами команды презентовала этот проект. Множество спортсменов приезжают на набережную на забеге на метро и мы решили создать, ну как, предложить заключить договор между Самарским метрополитеном и всемирной платформой по бегу. И предложить внедрить такое приложение, которое будет давать спортсменам скидку на проезд метро, либо же вообще бесплатно в дни забегов, а также в дни весенних и осенних тренировок. В региональном этапе олимпиады приняли участие две команды. Перед финальным испытанием, презентацией и проектов участникам провели экскурсию по подземке. Рассказали историю метрополитена и показали, какое оно метро глазами его сотрудников. По мнению членов жюри регионального этапа, для победы в олимпиаде важен свежий взгляд, творческий подход и детская непосредственность. Сегодня пазл сложился у всех участников регионального этапа олимпиады. Ребята молодцы, подошли творчески как минимум. Это здорово, что уже в таком возрасте юные наши жители пытаются как-то помочь городу, рассказать свои проблемы, их видение. Это уже само по себе очень здорово. У нас получилось равное количество баллов. Было принято решение допустить обе команды. Первая транспортная олимпиада проходит в три этапа. В ней принимают участие дети от 12 до 15 лет из городов, где есть метрополитен. Финал пройдет в мае в онлайн формате. По словам организаторов, основная цель олимпиады – популяризация транспортной отрасли у подрастающего поколения и профориентация. Очень много детей и подростков, которые интересуются транспортной отрасли, у которых горящие вот эти глаза, которые не знают, куда направить свои идеи, куда их можно как реализовать. Поэтому мы создавали вот этот проект, который позволит заинтересовать ребят, продолжить развиваться в этой отрасли и, возможно, дальше поступить на транспортные специальности. Это наши юные кадры. Победители первой транспортной олимпиады попадут в транспортную смену лагеря «Артек» этим летом. Галина Топилина, Валерий Майоров, События.